всем добрый день друзья мои я в эти два дня мало выхожу на связь дело в том что я просто отсыпаюсь видимо организм просто набирается сил потому что за последние дни вы знаете сколько я выложила нужных ритуалов и кроме того очень много было работ и естественная после всего этого была выжита и вот уже два дня сплю сплю и сегодня весь день спала мне просто нужно было отдохнуть и прийти в себя и мой организм сам контролирует этот процесс меня не спрашивают хочу я или нет вот сейчас вот отличное состояние естественно поскольку сон это очень важная часть нашей жизни увидеть со сном проблемы поскольку вечером наши бесенята активизируется и мы вместе с ними они не дают нам спать мы начинаем творить мы начинаем что-то выкладывать или мы работаем ночью так далее ночь наша стихия именно поэтому с ночным сном конечно нас проблематично время от времени график исправляется но потом по новой и так друзья мои я хочу вам подарить один очень хороший ритуал который одно время я делала где-то года два назад а потом случайно нашла в своих архивах решила все-таки вам подарить потому что отличная вещь потом после некоторого времени я увидела объяснение этому почему так происходит собственно говоря я вам сейчас объясню когда ритуалы нам даются они даются нам иногда спонтанно вот просто вот на этом месте вот захотелось что-то да и мы нам приходит в голову какими словами это попросить мы это говорим потом мы это улучшаем записываем получается очень хороший ритуал очень рабочий отличный мои одна часть риб моих ритуалов создана на основе древних песнопений почему я говорю на основе это не значит что там были готовы ритуал я взяла и себе переписала нет конечно во первых до архивов не каждого человека допускают да во вторых когда ты видишь что любили древние боги какими словами к ним обращались какими словами благодарили ты понимаешь как построить свой ритуал таким образом чтобы он сработал чтобы силы духи узнали эти слова которые были произношены много тысяч лет назад и произносятся до многие тысячелетия именно поэтому эти ритуалы рабочие после того как вот как бы вот этот был мной создан ритуал хлебом из и с хлебом икрой потом я случайно увидела ольги калиниченко выступление на украинском телевидении честно не помню как называется по моему потусторонний что такое где она объясняет что мы же говорим на самом деле вот мне пришла как вот эта мысль что действительно да так и есть мы же говорим да на хлеб с маслом хватает мы говорим намазать икру на хлеб или и на хлеб с маслом и еще и на икру хватит и так далее то есть икра это символ благополучия богатства вот именно поэтому когда человек себе не отказывает в чем-то одна из моих подписчиц очень правильно отметила что тонкий мир подстраивается под нас если мы ждем плохого постоянно плохое будет происходить если мы себе во всем отказываем мы всю жизнь будем себе отказывать если мы терпим моральное насилие если мы терпим моральных садистов которые издеваются над нами и молчим мы всю жизнь так и будем молчать пока у нас инсульт не случится и мы не умрем понимать и поэтому тонкий мир смотрит насколько мы себя любим если мы себе не отказываем купить икру правда это на любителя кто-то любит тут в любом случае деликатесные вещи вещь как то есть продукты которые ты хочешь да твой сердце просит но ты говоришь да ладно обойдусь следующий раз и так далее но следующий 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 раза не будет потому что все время будешь откладывать и оттягивать но если ты себя любишь и тонкий мир видит что ты себя уважаешь любишь он подстраивается под тебя по твои желания так вот икра это символ благополучия икра была на столах царей на столах бояр князей богатых людей бедные люди редко могли себе это позволить потому что это был дорогой удовольствие правда кто жил там на берегах волги скажем он мог себе не отказывать в этом но те которые как бы находились далеко и для которых икра была не общедоступной конечно для них это было как бы был предмет роскоши что нужно делать вам не нужна красная ткань не нужна красная свеча это просто для декорации для красоты вот я это все сделал вам нужно купить баночку икры для себя и черный хлеб или черный ржаной хлеб или можно там серого цвета хлеб собственно и какой вы любите но желательно не белый хлеб это символ сытости символ сытной жизни потому что мы говорим хлебом сыт человек или не хлебом единым сыт человек по разному хлеб везде присутствует слова хлеб это означает значит хорошую жизнь цвету жизнь икра это уже как бы идет как больше чем сытная жизнь это уже благополучие тоже богатая жизнь вольготная жизнь хлеб и икра вместе образуют вольготную жизнь подсознательно понимаете все идет от нашего подсознания друзья мои подсознательного перестраивайте себя вот свои подсознание что вы неплохо живете у фрейда есть такое выражение притворись тем кем потом станешь если ты хочешь быть богатым человеком для себя сделает такой вот театр для себя вот такой вот создай внутренне в голове что ты богата одевая свои камни какие-нибудь представь что это бриллианты иди на улице вот по улице так как будто ты миллиардер и все на тебя смотрят и через некоторое время вот эти камни станут действительно бриллиантами это говорю не я это изобретено не мной это говорят многие многие философы и значит психологи и многие умные люди много веков и они вот нашли этот секрет успеха они нашли это эту тайну почему откуда идет в нашу голову вот это все почему кто-то благополучный кто-то фартовая кто-то работает день и ночь и не может ничего достичь потому что он в себя не верит не верит что он чего-то достигнет он говорит постоянно выражение нету денег жизнь дерьмо деньги даются с трудом мне очень плохо все все плохо все валится и так далее он настроен на плохое вы можете сказать ну конечно тебе легко говорить настройтесь на хорошее нет не абсолютно не легко говорить если мне мои проблемы на вас переписать вы бы с ума сошли но я справляюсь со всем этим почему потому что я себе поставила программу что мне все хорошо и все будет хорошо и все что происходит вокруг меня это мышиная возня это ерунда не стоящая абсолютно кроша ломаного и так и происходит ты настроил себя на то что это тебе ничего не сделает это ничего не сделает понимаете меня а если вникнуть в эти все проблемы так можно не знаю что делать а надо ли стоит ли это того так вот хлеб и икра покупайте баночку икры и черный хлеб каждое утро перед тем как что-нибудь поесть ну вот вы встали умылись естественно свои дела сделали собираетесь на работу хлеб с икрой намазали икру начитали съели потом можете кушать ваш завтрак чай пить что хотите вначале есть и это съели пошли на работу в течение нескольких дней может неделю может и раньше вы почувствуете что вокруг вас начнется вот начнет собираться благополучная атмосфера с хлебом много было связано испокон веков ритуалов хлеб считался самым сильным таким магнитом для ритуалов на хлеб начитывали хлебом заговаривали хлебом откупались понимаете хлеб от не просто еда и не просто пшеница хлеб это носитель души земли и так делайте это до того момента пока баночка ваш не закончится и вы увидите что в это время пока вы это проводите то премию выписали то поблагодарили то еще чего то продвинули вперед понимаете по-разному но благополучие вам обеспечены вы же знаете что наши с вами ритуалы работают всегда и безотказно так ведь так вот еще хлеб есть сытость икра есть богатство на столах царей купцов бояр кесарей икра как символ сытной жизни а чем я хуже купцов царей и кесарей вот хлеб святой вот и икра сытость и богатство свою судьбу призываю вселяйся сытость в хлеб вселяйся богатство в икру сытость с богатством в себя приму буду сытой и богатой икра царская я ровня царям боярам князям до всем богачам с хлебом и икрой зову благо в дом хлеб с икрой во мне богатство ко мне еще раз начитаю надо читать три раза в принципе я здесь наверно два раза прочту хлеб есть сытость икра есть богатство на столах царей купцов бояр кесарей икра как символ сытной жизни а чем я хуже купцов царей и кесарей вот хлеб святой вот и икра сытость и богатство свою судьбу призываю вселяйся сытость в хлеб вселяйся богатство в икру сытость богатством себя приму буду сытая и богатая икра царская я ровня царям боярам князям до всем богачам с хлебом и икрой зову благо в дом хлеб с икрой во мне богатство ко мне проведите сами увидите что будет происходить у вас удачи а